здравствуйте уважаемые зрители я сейчас нахожусь у себя в гараже сегодня сентябрь 2016 года и я рад вас всех видеть на своем канале и сейчас я хочу вам рассказать будет у нас такое видео серии гаражные цацки а точнее первый такой относительно серьезный ремонт и апгрейд моего ланоса который выражается в ремонте задней подвески а случилось что я полез под машину ну приехал с очередного фото и видео своего тура был я кстати в местечке под названием баката собирательное такое место это под каменец подольском недалеко от каменца подольска очень красивое место я сейчас как раз готовлю видео про это место так что не забудьте подписаться на мой канал вот ну и дороги там знаете честно вам скажу еще хуже карпатских то есть моя пузытерочка как я ласково называю ланос видимо все-таки не выдержала я езжу полностью до сих пор ездил точнее на всем стоковом то есть у меня были стоковые пружины стоковые амортизаторы ну и соответственно загрузка у меня была тоже капитальная ну и в результате у меня сломалась правая пружина раз и погнулась правое основание туда куда это пружина своим нижним концом упирается стакан но извините я не автомобилист могу ошибиться я сейчас залезу под машину вы все это посмотрите ну и кроме того причиной переделки еще послужило то что ланос надо подымать то есть же за четыре года активной езды у меня ланос поляк 2007 года из них три года она простояла в голове к сожалению по причинам от меня независимым а за четыре года я наездил 38 тысяч километров то есть я езжу но не сильно много в общем то но езжу как правило груженный то есть фотооборудование у меня много ну и вот за эти четыре года я даже не знаю когда эта пружина сломалась может я это только заметил но факт тот что с этим надо что-то делать значит сейчас я залезу под машину и покажу вам что именно сломалась если у вас ланос вы будете иметь ввиду вообще-то на форуме lanos.ua я там создал темку и вот это вот место справа задняя пружина ланоса она как бы такая вот болячка с этим надо что-то делать ну и раз я все равно уже полез вверх то я хочу поднять машину это в ланосе просто необходимо потому что она очень низкая а ездить мне приходится ну извините по всяческим говном потому что к хорошему съемочному месту подъехать по асфальтированной дороге ну сами понимаете сложно да еще и груженому значит как я это думаю делать прочитав перелопать в весь форум lanos.ua и мнение других ланосоводов я для себя сделал следующий вывод он не претендует на исключительность ну я хочу сделать так может вы сделаете по-другому значит первое что я хочу сделать это поменять пружины ланоса на усиленные польские мт второе поменять задние амортизаторы на каяба газомасла более жесткие более мощные третье это будет первая часть марлезонского балета так сказать следующей частью у меня будет замена передних пружин ланоса на пружины 7 витковые от ланоса 1.6 и замена передних амортизаторов тоже на каябу газомасла и окончательной частью это я думаю делать к весне у меня будет переход с 13 резины и 13 дисков на 14 резину и 14 диски и резину 185 65 на 14 вот таким образом я думаю что клирница у меня увеличится где-то примерно на два с половиной сантиметра и это вполне достаточно чтобы в общем то проходить но в относительно везде все-таки ланос это не джип а там где по грунтовой дороге я был час на 13 дисках инородных пружинах не прошел там я думаю вот с учетом вот этого всего я пройду от проставок я решил отказаться по ряду причин ну не хочу ничего грубо говоря пихать такого инородная машину может быть субъективно единственное над чем я еще подумаю это поставить назад задние баллоны airshock они стоят черные 280 гривен они вставляются в пружину внутрь накачиваются воздухом и не дают амортизатором и пружине при сильном ударе полностью схлопнуться над этим еще будут думать но это не проблема ну что ж уважаемые зрители полезли под машину и так уважаемые зрители давайте я сейчас под машиной мы немножко подсветим сзади лампой я буду подносить gopro я сейчас снимаю на gopro в режиме широком вот вы видите перед вами задняя пружина вот место смотрите обратите внимание что пружина и нижний ну не знаю основание или упор сломан вот место слома секундочку не буду немножко может криво извините но иначе я gopro не поднесу так сейчас чуть-чуть отнесу подальше и вот сейчас вы можете видеть вот это нижний стакан он касается тормозной трубки что в принципе очень чревато ну и с правой стороны опять же явно видно что идет излом вот сломано с правой стороны вы можете видеть и механик который залазил под машину сказал что пружина сломана я отсюда не вижу вот ну раз он сказал так и есть и это все конечно дело однозначно нужно менять без поворотных вот ну что еще давайте для сравнения я сейчас медленно переведу камеру вы можете посмотреть как это выглядит расстояние видите с левой стороны левая сторона тормозного вот тормозная трубочка и левая сторона пружины и амортизаторы сейчас вы перед собой видите запчасти которые купил покупала их в разных магазинах я прошу прощения моя тень будет попадать в кадр я думаю что вы меня простите значит что будет сделано давайте начнем самого главного вот эти пружины я сейчас gopro поднесу поближе это согласно заявлениям магазинов и мнения lanos.com.ua это усиленные пружины диаметром 14 миллиметров почему не усиленная потому что все витки имеют одинаковую толщину когда в старые мы пружины снимутся я тоже их сниму и вы увидите разницу то есть на старых ланосовских пружинах вот это вот окончание и начало витков они тонкие кроме пружины стоят 230 гривен за одну штуку покупались в запорожье в интернет-магазине лишь кроме этого я купил проставки мнение об этих проставок разные у кого они ходят у кого говорят что как бы не очень ну скажем так я решил поменять если будут хорошие то оставлю родные хорошие ну и амортизаторы каяба газомасло шок от адсорбер то есть я долго думал какие брать но все-таки решил не жадничать вот перед вами амортизатор который вытащен из упаковки выглядит он очень красиво и в комплект еще идет втулки резиновая гаечка и две металлические не знаю как они называются давайте их назовем какие-то проставки то есть я надеюсь что вот эти амортизаторы и вот эти пружины они мне позволят во первых немножко поднять зад машины нагруженной ну и во вторых избавят меня от пробития при прыжках на наших дорогах особенно в закрепать и в той же бакате кроме этого на всякий случай я купил еще два венгерских задних тормозных шланга какие родные и не знаю я потом покажу надеюсь у хорошие и заодно решил поменять тормозную жидкость потому что у меня еще родная ей 7 лет и в общем то ну не надо испытывать судьбу надо наверное и поменять тем более стоит она 140 гривен тоже в этом интернет-магазине жидкость bosch они не предлагали российскую ну честно говоря российским товаром я не доверяю ни на секунду вы уж простите на 50 гривен купить bosch и в общем то не думать о том что у тебя тормоза откажут в самый неподходящий для этого момент значит стоимость всего этого следующая курс доллара сейчас у нас на украине 27 значит одна пружина 230 гривен амортизаторы kayaba стоят 860 гривен за штуку покрал прокладки стоят по 12 гривен каждая за штуку жидкость стоит 140 гривен и тормозные шланги в среднем по 80 гривен ну и работа по замене я буду делать не сам не обойдется в 500 гривен вот сейчас я держу в руках вырезанную мастером прокладку она не до конца вырезана там где вы видите сейчас рассверленные дырки это будет выбито это будет такая шайба которая подкладывается под правую сторону которую я снимал и с правой стороны которая прогнулась вот это будет такое у нас усиление ну вот уважаемые зрители мастера сняли пружину сейчас вам покажу разницу между старой и новой пружиной что вы сами это видели давайте посмотрим вот старая пружина справа и новая пружина слева сейчас я подниму вот явно видно сломанный кусок видите вот он обломанный второй запасной кнопку сок который был остренький он улетел и вот это такая штука у меня приключилась и теперь давайте посмотрим вот сюда подробно вот выровняли немножко вот тут она треснула естественно и вот сюда будет наварено вот это усиление такая штука соответственно уже продавливаться она не будет вот так ну что ж тормозные шланги да посмотрели сказали нормальная родные менять ничего не будем только поменяем тормозную жидкость ну и амортизаторы как я говорил ну вот уважаемые зрители и все что я хотел сделать сделано то есть еще раз поменяно задние пружины на моей машине поставлено усиленная поменяно амортизаторы на каяба газомасло прокачана тормозная система и сейчас осталось там прикрутить за защиту по самой середине днище там она тоже отвалился болт видать это чиркнул а металл но это уже как бы технический такой вариант уже все машина даже сейчас ощутимо поднялась ну конечно результат окончательные можно будет говорить о том нормальной пружины или нет только после того как я какое-то количество времени поезжу ну даже сейчас стало в общем то внешне намного лучше сейчас я вам покажу на этом я с вами прощаюсь напоминаю с вами был Клима Вячеслав город Киев Украина и не забудьте подписаться на мой канал и ни гвоздя ни жезла до свидания и и и и и и